Утро начинается не с кофе, а со сбора нашего домика, чтобы превратить его в машину. Мы по-прежнему в Дагестане, сегодня хотим переместиться в горы, туда, в сторону Фалакского каньона. Мы хотим помыться, хотим отдохнуть, там есть интернет, есть вода, куча, короче, таких бытовых каких-то моментов, которые мы хотим решить. Позвонили здесь некоторые гостиницы, какие-то у них странные условия, и плюс от 2000 рублей за двухместный номер. Конечно, нам это вообще история не подходит, поэтому мы решили туда поехать, там очень красивый вид, сейчас чуть позже покажу. А пока, как сказал ранее, вот так вот все собирается, разбирается, убирается. Я пока собирался, детей попросил о помощи, видите, все собрал, вот, а они идут, молодцы, помыли посудку. О, нифига, вон уж блесит, видите-ка, вот так вот. В общем, детишки у нас тоже включенные, да, весь процесс. Ну что же, уже прошел почти месяц, как Тёмка успешно учится в школе, и да, нам постоянно задают вопросы, где он будет учиться, как он будет учиться, и вообще, пойдет ли он в школу. Да, Тёмка учится, и мы давно все вместе решили, что это будет онлайн-школа. Мы посовещались и выбрали, что это будет домашняя школа. Фоксфорд. Вот, Фоксфорд. Здесь важно сказать, почему онлайн. Первое. Школы сейчас настолько переполненные, что в первом классе учатся по 50 с чем-то человек. Это очень много, и речь о качественном образовании даже и идти не может. Учитель физически не сможет уделить внимание ребенку. Второе. Мы постоянно путешествуем, а это значит, что оффлайн вообще не вариант. Да и вообще, изучать урок с видом на водопад или море, это очень круто. В домашней школе Фоксфорд можно обучаться как с 1 по 11 класс, так и тем, кто хочет подтянуть школьную программу или ее опережает. И очень важно, что Фоксфорд это альтернатива государственной школе с выдачей аттестата государственного образца. Нам очень нравится, как проходит обучение. У Тёмки всего два урока в день. Мы обучаемся по записи. Это дает возможность заниматься в удобное для нас время. А еще в базовую программу входит ИЗО, музыка, технология и физра бесплатно. Отдельное внимание хочется уделить учителям. Молодые, позитивные, с такими учителями хочется изучать предмет. В школе Фоксфорд есть разные форматы обучения. Например, обучаться в записи или живые уроки в вебинары. Можно выстроить индивидуальный маршрут обучения. И даже есть персональное сопровождение в виде наставника, классного руководителя, тьютера и психолога. По ссылочке в описании школа дает демо доступ. Попробовать домашнюю школу Фоксфорд бесплатно. Доступ на 7 дней. Все, собрались, выезжаем. Единственное, что здесь сейчас. В углавке наберем питьевой воды. У них здесь прям такая цепалья родниковая. Идет счет. Уедем. Баки заправлены. Отправляемся. Мы заехали вот здесь вот в кемпинг. Можно вот тут вот встать на полянках. С шикарнейшим видом просыпаться. Вообще красота. Либо вниз пройти вот сюда. Там, значит, какие-то, она сказала, полянки есть теневые. Здесь есть душ. Всякая такая история. Есть даже вот кафешечки. Что тоже, кстати, очень здорово. Есть душ, туалет. Короче, в общем, сервис на высоте гора. Вот она, волна в жизнь. Узнали. Здесь вот. Короче, здесь можно остановиться, а можно просто помыться, например. Мы пока просто помоемся, у них покушаем, а там дальше будет видно. У них вот стоят душевые кабины. Горячий душ. Вот, сто рублей стоит. Вот как заново родился. Вроде там ты стоишь, красота. Но и душа свой есть. Но не получится помыться, потому что все равно не та история. Здесь хорошо, горячая вода. Прям прекрасно. С таким видом. Пока я домывался, да, Настенька здесь уже заказала дагестанский завтрак. Сейчас покажем, как это выглядит. Женщина пришла, пацанов забрала с собой, говорит, пойдемте мне поможем. Будете помогать? Они говорят, будем. Прикольно. Вот оно, дагестанское гостеприимство. Посмотрите, какая красота у нас здесь, в горах. Вот такой вот завтрак. Яичница. Огурчики, помидорчики. Вот такие прекрасные лепешки. Смотрите, какие аппетитные. Смотрите, какая красота. С Мирошечкой мы собрали свой стульчик. Вот так вот, видите, парковочка. Там вид прекраснейший. Будем кушать. Вот так вот, такой у нас завтрак. Приятного аппетита. Спасибо. Казалось бы, обычно вроде лепешка и яйцо, но настолько вкусно, потому что яйца, видимо, домашние. Хлеб, нереально вкусно. Вообще здесь выпечка какая-то нереально вкусная. Просто потрясающе. Это у нас уже завтрак, ближе к обеду. Вот так вот начинаем день. Сюда приехало огромное количество туристов. Видите, вон автобусами все занято. Сюда приезжают, кушают. Но здесь действительно по-настоящему вкусно. Вот еще автобус едет. И мы решили отсюда отправиться дальше. Просто посмотрите, как я заряжаю аппаратуру. Здесь стоит компьютер, заряжается оптимизация, пока видос грузится. От компьютера заряжается дрон. Здесь заряжается пауэрбанк, камера. В общем, огонь. Самый главный вопрос здесь мы закрыли, это помыться и похочеть. Мы здесь в Дубках заехали в магазин. Вообще вот просто вот так вот выглядит, типа гастроном, чисто сельский магаз. Мы купили два пакета. Все это вышло очень приятно по цене. И сейчас, чуть попозже, я вам расскажу по ценам. Уже часто спрашиваете в социальных сетях, какие цены, какие цены. Вы удивитесь. Мы заехали в город Кизелюрд, называется. Здесь нам нужно сделать три задачи. Купить памперсы, купить кофе молотый, заправить машину. Заехали на заправку здесь. Фулван называется. 95.50, 92.48. Целая история здесь с заправками, потому что здесь нету привычных нам заправок, типа «Роснефть», «Газпроб». Короче, здесь этого нету. Вот это вот «Фулван» вроде как самая лучшая, так изучил, почитал. Но здесь нету дизеля. Говорит, дизель еще и только на трассе. Ехали мы, ехали. Увидел, значит, заправку «Колос». И здесь повсюду висят баннеры, что здесь качество «Лукойлом», то есть поставляется «Лукойлом». Зашел почитать отзывы. И здесь вот качество топлива. Вот 97, бензин 96. И вот есть комментарии, что заправляли дизель, то хороший. А на той заправке, которую тоже рекомендую, там как бы хорошие, но есть еще и как бы негативные. Рискну заправить здесь. Заправляемся. Ну, конечно, переживаю очень. Это какое-то чудо. Мы ехали прям по той улице, где оказался «Магнит-магнит-косметик». Магазин новый. Они недавно закрылись. И, кстати, здесь же есть банкомат «Тиньков». Прям крутяк. Учитывая, что они недавние, вот это вот все вообще было по акции. Кофе по 120 рублей, поэтому я взял две пачки вот таких вот. Чай, озерчай, большая пачка по 160 рублей. Ну, короче, люто. Кстати, возле этой заправки есть светофор. Хотя я смотрел его на карте, так как магниты его не было. На трассе, ну так, виноград продают, сливы, персики. Все по стол. Фруктов набрали. Еще немаловажная история заключается в том, что нам нужно слить унитаз, промыть его. Купили специально «Доместос». заново его заправить. Вот. И здесь на мойке как раз есть туалет, поэтому сейчас все это дело быстренько организуем. Теперь берем «Доместос». Наливаем его туда. Отличная дезинфекция. Ну, а теперь берем синее средство и заливаем в нижний бочок. 37 градусов сегодня. Вообще, Ташкент. Руку высовываешь в окно и просто воздух тебя обжигает. Так, давайте по ценам я вам покажу, что купили вот в том магазине. Вот это вот. 70 рублей. Груши по 100. Помидоры тоже по 100. Молоко тоже по 100. Бумага неизвестна. Макароны 70. Огурцы по 100. Баллончик по 100. Овсянка неизвестна. Влажные салфетки, огромная пачка. 120 рублей. Памперсы 5 штук. 100 рублей. Да-да, в этом магазине памперсы были только поштучно. И еще лаваш, который радиончик по пути сгрыз. И чуть не забыл, до места 130 рублей. Баки утром наполняли, пока ездили, вода кипиток. Вот прям горячая. Даже можно не слегка разбавить холодной водой. Покупали сегодня еще груши. Обалденные. Ну и кто попал впервые на наш канал, с собой возим вот такой стул. Идеальное решение вообще в путь для путешествий. Да, все равно вкусно. Теперь вход пошли сливы. Параси не надо. Ну и как вы могли заметить, мы вернулись на эту же парковку, на которую уже пару ночей мы точно ночуем. На самом деле, просто место топчика. Здесь есть абсолютно все, что нам нужно для жизни. Вот такое вот путешествие. Забита парковка. И вот это вот, бесплатная. И даже, и даже платная забита. Настен, потому что выходной. А мы хотим с мальчишками сходить в аквапарк. Здесь он есть. 500 рублей за детский билет, 100 рублей за взрослого. Такие маленькие горки, но в принципе отдельно. Ну, по крайней мере, есть возможность на всех прокатиться. Вот опять пришли в Главрыбу. Здесь подарочка. Здесь и есть аквапарк. Здесь вот есть такой пруд. Вот там вот в сетках спереди. Это форель. И когда вы заказываете, например, форель вот в ресторане здесь, то вам здесь как ее достают и готовят. Именно так было у нас вчера, когда мы в ресторане здесь отмечали Настин день рождения. Заказывали как раз форель. Кто пропустил этот видеоролик, обязательно посмотрите. Не знаю, почему так. На самом деле здесь остались только потому, что хотели детей здесь, чтобы они в аквапарке поплескались. Но, увы, он не работает. Вот причем никакой таблички нету, что он не работает. Написано, вот работаем с 12 часов. Мы еще вчера специально приходили, смотрели, а по факту нет. А сверху здесь есть парк аттракционов. Ааа, держи, держи, скорее, как можно. Я не знаю, кто тут в сапке. Держи. Сапку. Короче, я прервался, потому что в тапок как-то залетела, блин, оса и так сильно меня ужалило. Палец распух и дождь хромаю. Но не будем о грустном. Посмотрите, какая здесь спецкульптура с самоваром, чашечкой, ну и главное, вид. То есть, кстати, все так очень делают стильненько. Видите, еще не доделанно. Вот брусчатку подвезли. Посмотрите, какие туннельчики из дерева. Вот так вот на весь, кустики. Прикольно, везде указатели. Фит на ресторан, на хозяйство. Решили прокопить ребят на аттракционе. Вот они поедут. Прикиньте, 100 рублей стоит аттракцион. Колесо последний тоже 100. Во, прикол, еще просто индивидуальная каталка. Никого нет. Парни полетели. Да, супер. Идем на следующий аттракцион. Называется зиплайн. Ну, это детский зиплайн. Но он на самом деле существенен, потому что идет через реку. Вот так вот. Зиплайн от 4 лет 200 рублей. Задом вперед, что ли, не поедет? Или оттуда самая скорость получается? Сидите, аккуратнее, дергайтесь, высота. Все. Да, не шевелитесь. Вау. Конечно, ребенок должен строго держаться. А еще прикольно, он так вертится, то в разные стороны, влево, вправо, чтобы виды посмотреть. Вообще прикольно. Во, видите, повернулся? Ну, что, все проспались-то? А? Сидите, сидите, не вставайте пока, не вставайте. Все, нормально, выспались? Класс. Купили мы, значит, вот здесь вот, по 25 рублей, горячий хлеб, прям при тебе вот так пекут. Класс. Настен, промый. Не спрашивайте у нас, что кушать в Дагестане. Можно одним хлебом питаться, он такой вкусный. Да. Невероятно. так отсюда, что кушать в Дагестане. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok